И о погоде. Нынешний июль пока полностью оправдывает статус самого жаркого, засушливого месяца в году. По-настоящему обильных дождей в Тверской области не было 2,5 недели. Локальные ливни не исключение. Роман Быков расскажет о причинах столь устойчивой жары и о том, когда ждать перемен. Блокирующий антициклон, стоящий над Уралом, стал главной причиной того, что июль дал жителям Верхней Волжи возможность почувствовать себя как на юге. Тем более, что воздушные массы к нам в последнее время идут как раз с тех мест. С юга, с Турции, с Казахстана, вот это тепло, которое у них там обычно бывает в это время, оно перемещается на север, на северо-запад даже. И, в общем, мы находимся в таком жарком, чрезвычайно жарком воздухе на 7-8 градусов выше среди суточной нормы. Одним из минусов такой засушливой погоды стал резкий рост вероятности возникновения лесных пожаров. Ведь хороших дождей не было уже 18 дней. Недавнили в ней не в счет, так как были кратковременные и носили уж слишком локальный характер. Совсем скоро африканская жара начнет отступать, в регион начнет поступать довольно прохладный воздух. А там и циклоны Западной Европы подтянутся. И одним из предвестников всего этого является заметно усилившийся ветер, который в данном случае, в прямом смысле слова, является ветром перемен. По прогнозам синоптиков, Тверская область не должна оказаться в центре этого западноевропейского циклона. Однако, простоит он все-таки, по прогнозам, до конца недели. И этого будет достаточно, чтобы жаркие воздушные массы были вытеснены более прохладным воздухом. Будет более облачная погода, как мы ожидаем. Дождей будет побольше практически каждый день. Ну и, соответственно, понижение температуры 20-25. В общем-то, вернемся к норме, которая как бы никого не будет беспокоить. Таким образом, июль так и останется июлем. Только теперь не африканским, а чисто тверским. Что, наверное, устроит всех жителей Верхнего Лжия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok